Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. На минувшей неделе российский чемпионат взял паузу на международные матчи. Главным же футбольным событием выходных стало противостояние одноклубников из Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов». Подробности расскажем в нашем сюжете. Среди участников зимнего чемпионата области у «Крыльев Советов» самое большое представительство. Центр подготовки футболистов Самарского клуба выступает на турнире сразу двумя командами. В минувшие выходные они встретились в крылатом дерби «Крыльев Советов ЦПФ» против одноклубников 99-го года рождения. Перед матчем соперники находились в лидирующей группе. Подопечные Владимира Филипова и Динара Шарипова, которые активно готовятся к первенству КФК, в турнирную таблицу возглавляли. Более молодая, недавно собранная дружина Владимира Кухлевского замыкала пятерку сильнейших. Для тренеров поединок скрытого подтекста не имел. В ЦПФ идет работа по подготовке кадров для молодежного состава «Крыльев Советов». Так что задачу любой ценой обыграть одноклубников наставники перед футболистами не ставили. Я ребятам сказал, что принципиальности у нас нет. У нас один клуб, мы работаем для нашего дубля, что в 99-й год, что у нас КФК создано. Чтобы мы, у нас одна школа, мы поставляем игроков в дубль. Начало встречи показало, бороться на равных с более опытной командой КФК игрокам 99-го года будет сложно. У лидера турнира роль главного массовика-затейника исполнял Давид Захарян. Футболист, который уже давно стучится в дверь молодежного состава, со скоростью электропоезда курсировал по левому флангу. Каждый второй из таких забегов становился катастрофой для защитников. На 11-й минуте после передачи Захаряна старшие крылья забили. Комбинация получилась на заглядение, но цифру на табло она не поменяла. Взятие ворот не было засчитано из-за положения вне игры. Захаряна и компанию сомнительное решение арбитра только раззадорило. И на 15-й минуте Давид все-таки организовал первый гол. После его подачи с угла поля мяч прилетел прямо на голову Андрея Попова. Еще один лидер команды ЦПФ сполна воспользовался своим шансом. Кивок головой и снаряд летит в дальний угол. Первый забитый мяч на характер встречи не повлиял. Фаворит оправдывал свой статус по полной программе. Быстрая комбинационная игра с активным использованием флангов поставила команду Владимира Кухлевского в тупик. Молодые и менее опытные игроки 99-го года заметно уступали сопернику и в скорости. Второй гол был делом времени. Он случился на 27-й минуте. Попов практически со средней линии поля выполнил передачу прямо в ноги Захаряну. Момент был реализован с завидным хладнокровием. 2-0. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В начале второго тайма подопечные Динара Шарипова выдали очередной шедевр. Денис Лазовик вырезал чудо-диагональ на Виктора Баева. 19-летний хавбек опередил защитника, вошел в штрафную и точно пробил. После матча автор третьего гола отметил, что игра его команде удалась, а установка тренера была полностью выполнена. Играло сегодня хорошо, мяч контролировали. Вроде сопернику ничего не дали создать, да и сами забили. Неплохо играли. Выполнили установку тренера. Младшие крылья за 90 минут создали всего один стопроцентный момент. Героем эпизода у команды стал Геннадий Баганов. В середине второй половины матча форвард во время спринта к чужим воротам умудрился уйти сразу от трех игроков соперника. Ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Его партнер по команде отличный шанс самым непостижимым образом запорол. Удар с убойной позиции пришелся в галкипера. Это было первое и последнее покушение на ворота команды КФК. Лидер, в свою очередь, до конца встречи забил четвертый гол и одержал крупную победу. Она позволила самарцам закрепиться на первой строчке и продолжить борьбу за золото. Все-таки ребята у нас постарше, поопытнее. Так что здесь все-таки опыт и, конечно, мастерства чуть побольше у наших, потому что они постарше. Так что, скорее всего, можно сказать, даже почти что на классе. Ну, хотя движение хорошее было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Следующие поединки в зимнем чемпионате области команды Центра подготовки футболистов проведут 3 апреля. Крылья Советов ЦПФ сыграют с новокубышевским нефтяником, а игроки 99-го года рождения встретятся с самарским «Атлетико». Оба матча состоятся на третьем поле стадиона «Металлург». Продолжаются футбольные баталии и на паркете. По традиции в турнире «Дружба народов» победила, конечно же, «Дружба». Ну, а кому достались медали, расскажем прямо сейчас. Первый турнир «Дружба народов» прошел в Самаре 6 лет назад и сразу завоевал любовь поклонников мини-футбола со всего региона. В этом сезоне паркет МТЛ-арены приняло рекордное количество участников. В течение дня на двух площадках за медали боролись 22 команды со всей Самарской области. Один из самых динамичных и умных видов спорта свел на паркете бывших профессионалов, футболистов-любителей и студентов. Хоть он и, по сути дела, у нас и любительский, но в то же время, могу сказать, уровень турнира весьма высокий. Так как игроки, принимающие участие в турнире, это те же футболисты, которые принимают участие в первенстве города, по мини-футболу и так далее. Поэтому они немного, может быть, перешли в другие команды, размешались. Но благодаря их участию сам класс игры достаточно высок. Основная цель турнира кроется в его названии «Объединить и подружить представителей разных национальностей». С этой задачей организаторы справляются из года в год. Ожесточенную борьбу можно увидеть только на паркете и исключительно по принципам фэрплей. Изначально цель его была поставлена такая, чтобы укрепить взаимосвязь между вообще национальностями, а также вот когда он зарождался вообще, были конфликтные ситуации на трибунах стадиона и так далее, между непосредственно болельщиками, да, чтобы они как-то нашли общий язык, какое-то взаимоотношение было. Был придуман этот турнир. На групповом этапе турнира одним из самых ярких по сюжету получился матч между командой «Гладиаторы» и футболистами областной прокуратуры. Представители силовых структур идут в группе лидеров чемпионата Самары. Тем не менее, одного статуса для победы в однодневном марафоне мало. «Гладиаторы» полностью оправдали название коллектива. Команда дала прокурорам бой, обыграв силовиков со счетом 2-1. Главным героем встречи у победителей стал голкипер Евгений Кацуба, который после поединка отметил высокий уровень соперников. «Соперники очень хорошие, все сильные ребята. Та же самая прокуратура – это очень серьезная команда, играющая на чемпионате города по мини-футболу. Достаточно неплохо занимает, насколько я помню, четвертое место сейчас в высшей лиге». Победа над прокуратурой позволила «Гладиаторам» занять первое место в своей группе, но не победить в турнире. В матче за третье место команда уступила сборной Азербайджанского национального центра. Титул чемпиона завоевала команда «Идель». Эта победа стала для футболистов татарского национального центра третьей подряд. В финале с отсчетом 4-0 был повержен коллектив управления Федеральной миграционной службы. Турнир памяти Владимира Келлина стартовал в минувшие выходные на стадионе «Волга». За главный приз борются мальчишки 2007 года рождения. Крылья советов в числе фаворитов соревнований. Турнир памяти Владимира Келлина собрал в Самаре 10 детских команд из 8 городов России. География участников обширная – от Перми до Нижнего Новгорода. Организаторы не стали делить их на группы и сделали единую турнирную сетку, где футболисты 2007 года рождения сыграют с каждым из соперников. Крылья советов в сражениях на поле стадиона «Волга» представляет команда Центра подготовки футболистов под руководством Дмитрия Кузнецова. Несмотря на возраст, для игроков крыльев этот турнир не первый в жизни. Что такое эмоции от голов и радость от побед в официальных матчах, они знают не понаслышке. Многие поиграли уже на хороших турнирах, ездили в Сызрань, заняли там призовое место. Турнир уже четвертый, пятый проходит у них уже. Планируем еще в дальнейшем развивать, ездить по турнирам и от турнира к турниру прибавлять. Пока у крыльев все идет по тренерскому плану. В первый день они без помех разделались с земляками из Виктории и салютом из Дзержинска с общей разницей мячей 17-1. По словам Дмитрия Кузнецова, главные поединки у его подопечных еще впереди. Сыграть с принципиальными соперниками им предстоит в ближайшие дни. Очень команды хорошие собрались. Там Кар приехал, Академия приехал. Чего по командам хочу сказать, мы с ними еще не играли. Но в основном, в основном, с кем мы сыграли, ребятки тоже неплохие, боевитые. Как бы вот идет акцент на своих ребят, то, что идет настрой полноценный. У нас приезжает сюда руководство каждый раз на каждую игру и смотрит наши игры. А пока крылья продолжают громить своих оппонентов. Наша съемочная группа посетила встречу третьего тура, в котором самарцы встречались с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы из Нижнего Новгорода. Матч против еще одной команды с берегов Волги юные крылья начали по-хозяйски. Самарцы контролировали мяч и много комбинировали. Опасные моменты возникали у ворот соперника регулярно. Рецепт качественной игры, которой позавидовали бы даже взрослые, в интервью футбольному региону открыл один из самых активных игроков центра подготовки Дмитрий Тюгаев. Благодаря пасу, ударам и штрафным. Штрафные мы хорошо бьем и поэтому забиваем их. Именно со штрафного самарцы и забили первый мяч. 22-й номер крыльев Георгий Рузаев стандарт исполнил в стиле известного итальянского футболиста Андреа Пирло. Снаряд обогнул стенку и залетел точно в угол. Автор шедевра отреагировал на гол сдержанно, без лишних эмоций. Забивать такие мячи для него обычное дело. До конца тайма хозяева успели увеличить свой перевес и вновь забили красиво. Мяч после удара Артема Верховцева зашел в ворота в притирку со штангой. 2-0. Крылья ушли на перерыв. В отличном настроении. Играть оставалось еще 20 минут. Вторая половина встречи оказалась небогатой на забитые мячи. Самарцы продолжили вести игру, создали кучу опасных моментов, но отличились всего однажды. Во второй раз за матч шансов голкиперу Нижнего Новгорода не оставил Георгий Рузаев. У стража ворот хозяев Кирилла Михеева работы практически не было. Настрой на борьбу самарцы сохраняли до самого финального свистка. 3-0. Крылья одержали третью победу подряд и продолжают борьбу за медали. После игры Дмитрий Кузнецов отметил, что итоговый счет закономерен и отразил соотношение сил на поле. Результат матча я хочу, может быть, сказать по игре, потому что уровень, я думаю, чуть-чуть повыше, получше. Ребят, с кем мы сегодня играли с Нижним Новгородом. Ну, я хочу сказать еще, что ребятки, в первую очередь, просто идет хороший настрой, в первую очередь, на игру. Но о настрой я не могу сказать, какой это наш маленький клубный секрет. Завершится турнир памяти Владимира Кейлина 1 апреля. Церемония закрытия состоится на стадионе «Волга» в 13.00. О том, какое место займут крылья советов и кто станет победителем соревнований, мы расскажем вам в следующем выпуске нашей программы. Флаг крыльев советов совсем скоро может оказаться в Рио-де-Жанейро. Для этого триумфатору Лондонской Олимпиады дзюдоисту Тагиру Хайбулаеву нужно успешно преодолеть отбор на очередные игры. Теперь за выступлениями борца будут внимательно следить и болельщики, и футболисты крыльев. Футбол и дзюдо – казалось бы, очень далекие друг от друга виды спорта. Однако теперь в Самаре их объединяет фигура Тагира Хайбулаева. Олимпийский чемпион Лондона стал вторым послом чемпионата мира 2018 года от нашего города. Насыщенная спортивная карьера не позволяет прославленному борцу часто посещать стадион, но в детстве он был завсегдатаем «Металлурга». Закрыли уже давно, болею еще со школы, мы с друзьями были на «Металлурге» еще с девятого класса где-то. И памятный матч был со «Спартаком» в 99-й год, когда 3-1, по-моему, выиграли. Такой запоминающийся матч был, конечно, то, что «Спартак» обыграли. Тагир признался журналистам, что раньше любил не только смотреть футбол, но и погонять мяч по полю. Но теперь футбол в команде дзюдоистов под запретом из-за травмоопасности. Впрочем, блестящая спортивная подготовка берет свое. Борец быстро нашел общий язык с футбольным мячом. Потихоньку привыкаю, уже чуть-чуть с мячом пожонглировал. Первый раз одел бутсы футбольные, и, конечно, непривычно чуть-чуть в них. Пока. Но, надеюсь, после сегодняшнего урока игроков в Крыльцоветах уже буду ориентироваться больше к владению с мячом. Принять участие в тренировке профессиональной команды – это не только интересно, но и волнительно. Однако на футбольном поле Тагир не потерялся. Но вообращенного Крыльевца тут же взял под свою опеку Георгий Габулов. Во время знакомства с командой Хайбулаев скромно умолчал о своих громких титулах. Однако большинство игроков Крыльев хорошо знало о спортивных заслугах своего гостя. Тагир провел вместе с Крыльями стартовый отрезок тренировки, разминку и отработку передач. Новые навыки борец схватывал мгновенно. Впрочем, до участия в игровых упражнениях дело не дошло. Футболисты Крыльев вздохнули с облегчением. Перспективы вести борьбу корпусом с олимпийским чемпионом подзюдо их явно не радовали. После тренировки состоялось торжественное подписание документов. И Тагир Хайбулаев официально стал послом чемпионата мира от Самары. Достойных этой миссии людей на нашей земле немало. Имена всех представителей города мы узнаем совсем скоро. 3 апреля Крылья снова сыграют в Саранске, но уже в роли гостей. Значимость поединка против Мордовии трудно переоценить. Самарцам срочно нужно прервать серию неудач, почувствовать вкус победы и пополнить запас турнирных очков. Подробности противостояния Мордовия Крыльев Советов мы расскажем вам ровно через неделю. С вами был Дмитрий Петров. Смотрите программу «Футбольный регион» на сайте телерадиокомпании «Губерния» и официальном сайте Крыльев Советов. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова